Скажете ли вы, что бизнес для вас это игра просто? Это не игра, это люди, это их семьи. Можно начать вообще со 100 тысяч тенге. Мы теряли большие деньги. Ну это сотню тысяч долларов. Зерри это Зара, например. Я даже не побоюсь сказать, даже лучше. Вы же мои друзья, а это моя трудность. Я должна ее решать сама. Ну что, друзья, всем привет. Сегодня мы находимся у меня на подкасте. Меня зовут Акижан. Я режиссер, продюсер. И рядом со мной известная личность, по моему мнению, Адина Слямгали, Батыргалиева, да? Она основательница известного крупной оптовой одежды Адина Оптомаркет и еще основательница своего бренда одежды Зерри. Все верно, так же? Да, все верно. Адина, ну мы с вами очень давно знакомы. Вот, а сколько мы уже с вами знакомы? Год, да, будет? Да, уже будет год. Да, начинали мы с ней, с личного бренда. Раскачивали ее. То есть потом перешли на вайны семейные. Еще с вами ездили в разные города, страны. Да, в Узбекистане побывали, в Ташкенте. Да. Вообще, как вам работать со мной? Комфортно? С вами, да, очень комфортно работать в плане того, что вы всегда направляете, расслабляете, всегда даете правильные советы, так как мы не работаем в этой сфере, не знаем многого, но вы во многом помогаете. Спасибо больше. Еще где-то сроки, да, задерживаю? Нет, все классные сроки, классные видео, все классные, да. Спасибо, очень приятно. Переходите на инстаграм Дины, подписывайтесь на ее инстаграм, можете посмотреть наши работы. Дина, давайте с самого начала. Мы все знаем, что вы предпринимательница, мы все знаем, что вы мать, но давайте начнем с того, что с вашего студенческого, скорее всего, времени, да, вот как вы изначально пришли в это время бизнеса, да, то есть вы же до этого не занимались бизнесом? Нет, я даже и не планировала, что я буду когда-то заниматься бизнесом, так как вообще это дело было моих родителей, все это начиналось где-то, наверное, в 1995-1998 годах еще, это все начинали мои родители, весь бизнес начинался с двух человек, начиналось это все с небольшого контейнера, родители это все начинали. Мы планировали идти работать в каком-нибудь предприятии или еще что-то, но у нас не было таких планов, обучались, мы вот с супругом, вы же знакомы моим супругом? Да, да, да. Да, вот мы с моим супругом вместе обучались и вообще планировали вместе работать, ну, у моего супруга, слава богу, хорошая, успешная карьера, вы как сами знаете, он даже недавно написал книгу. Поздравляем, вообще шикарная книга. Как-нибудь я ее в сторис опубликую с его разрешения, да, потому что он, я его очень долго уговаривала, кстати, сняться в наших роликах. Да, да, да. Он такой, этот, закрытая личность. Зато какая харизматичная, артистичная личность. Вот, просто все в Инстаграме были в шоке, да, от его харизмы. Да, многие об этом говорили, писали, многие знакомые говорили, что в нем пропадают актерские какие-то эти таланты, да, у моего супруга. Ну, вообще супруг у меня очень интересный человек, вот, как вы поняли. А вот насчет родителей, вот, они приехали откуда, потом где их первая точка была? Вот, расскажите, по-моему. Вообще, в 90-х годах мы переехали с Восточного Казахстана в Алматы, и вот эта перестройка была, получается, у родителей потери работы, немного, вот, какая-то нестабильность. И для того, чтобы прокормить семью, мама пошла работать, ну, вот, как в то время это называлось, челночный бизнес. Начинала с того, что она ездила в Россию, привозила товар и продавала его в Усть-Каменогорске, в Алмате. Например, приезжала в Алмату, с Алматы там затаривалась, ехала в Усть-Каменогорск, там его перепродавала, оттуда уехала там в Новосибирск, в Барнаул. Там брала какой-то товар, приезжала опять, вот так вот она вот моталась и начинала свой бизнес. После, конечно же, мы остановились на том, что они вышли на рынок, так как мы были маленькими, семья, дети, это было сложно для женщины. И она решила остановиться на том, что она выйдет на рынок и будет продавать какие-то товары и выйдет за границу и привезёт оттуда какой-нибудь товар для этого. Но она не понимала, что она хочет везти. И они выехали за рубеж для того, чтобы присмотреться и обдумать, что они хотят вообще. А куда именно? В Китай. Да, первая поездка у нас была в Китай. Вообще бизнес мы первый начинали, это с Китаем. И что привезли? Первая, да, привезли мы домашнюю одежду. То, на чём остановился взор моей мамы, это была домашняя одежда. Так как домашняя одежда — это пижамы, халаты, сорочки, как вы сами знаете, да? Да, да. Это самое актуальное, то, что нужно любому человеку, да? Это одежда, которая всегда нужна, и она быстро изнашивается и будет всегда в спросе. Её не только носить, но можно и приятно кому-то подарить. На рынке не было конкурентов именно в этом сегменте. Была очень маленькая конкуренция и высокая маржа на тот момент. И, в принципе, мама начала заниматься именно домашней одеждой. Она не думала, что это какой-то риск для неё? То есть, если не было конкурентов, то, значит, и спроса как бы нет, например. То есть, как бы логично, да, у нас? Если спрос есть, то, значит, конкуренция есть. То есть, она не думала насчёт риска, то есть, что она может потерять всё это? Я думаю, нет, мама не думала о рисках, потому что до этого она занималась много каким-то бизнесом. Яна понимала, что даже если она... Ну, она, знаете, такой, она у меня игрок. Она любит рисковать. И если у неё что-то не получается, она никогда не отчаивается, и она дальше идёт. Вот, например, что-то у неё не получилось, она, например, не уходит в себя, там, не думает ни о чём. Да, вот она берёт и решает эту проблему и двигается дальше. Вот такой вот. Наверное, есть задаток от мамы, да, потому что в первую очередь, когда мне становится тяжело в какой-либо ситуации, я всегда думаю, как бы поступила моя мама. Да, я думаю, что моя мама бы, наверное, это решила бы, например, быстро, там, с быстрой скоростью, да, и ей бы не понравилось то, что я бы сидела, там, плакала бы или, там, отчаивалась. Из-за этого у меня нет времени даже на какие-то отчаяния. Расстраиваться, да? Да, расстраиваться, потому что я, вот, например, из любой проблемы вижу всегда позитив. Даже если, когда меня люди обманывают, я думаю, что это, наверное, для меня урок, так и должно быть в дальнейшем, чтобы я не совершила ещё больше ошибок. Интересно. Как раз-таки давайте эту тему затронем насчёт ошибок. Как часто вы ошибались? Вот вы же забрали бизнес, получается, на себя взяли всю ответственность, и вот не было такого, что вы прям не прогорали? Вот вы всегда шли вверх. Нет, конечно же, было. Очень много ошибок мы совершали. Бывало такое, когда мы заказывали огромную партию товара, и она оказывалась неактуальной. Мы проигрывали в деньгах. Нам приходилось продавать данный товар ниже себестоимости. Мы теряли большие деньги. А, вот большие деньги — это, если не секрет, какие большие? Ну, это сотни тысяч долларов. А, большие, да. Большие деньги, да. Очень много было моментов, когда и просто мы теряли деньги. Когда товар, например, приходил в большой партии, и мы не успевали его реализовать. Он у нас на складах сырел, за него было оплочено уже, и на следующий год нам приходилось его просто-напросто выкинуть. Ну, это был просто-напросто мусор, на самом деле. Такое тоже было. И мы поднимались с нуля, или у нас были, например, огромные долги перед поставщиками, но мы как-то выходили из этой ситуации, да, и не раз. А это какой год был? Так, это были, наверное, 98-е, 2000-е, 2005-е. Ну, вот в этих промежутках, там, даже 2000-2010-е, даже. Окей, а вот когда была пандемия, были какие-то страхи, риски, что-то теряли? Пандемию каких-то страхов не было у меня уже тогда, знаете. Потому что то время прошли, да, большие деньги потеряли? Наверное, вот когда мы уже потеряли большие деньги, именно в пандемии у меня не было никакого страха. Мы ушли, и даже было такое, что мы каких-то сотрудников взяли к себе на попечительство и оплачивали им заработную плату, кормили их. Потому что мы понимали, что это как бы всеобщая проблема, и всё равно будет какой-то выход из этого. В месяц мы просидели дома, но, слава богу, после, конечно же, был очень большой взлёт после пандемии. А, да, даже так? Вообще в пандемии многие, кто-то закрылся, сократился, да, но вообще пандемия дала мне скачок, большой скачок. Есть статистика, что бизнесы открываются, и в течение двух-трёх лет они закрываются. То есть какие-то, условно, падения, росты происходят, и не справляются, и вот большинство, 90% бизнеса закрывается. Вот, а ваш получается уже на протяжении 15-17 лет, да? 25 лет. 25 лет. Если брать с основы, если брать, как начинала моя мама, да. А вот с основ ваших? С моих основ, наверное, уже лет 10. Лет 10. Да. Вот и, то есть не было такого ни одной мысли, то есть взять и всё бросить? Нет, ни разу не было такой мысли. Наоборот, хочется продолжать ещё больше, больше масштабироваться, увеличиваться, выходить на новые рынки. Вот как раз-таки более подробно расскажите о своих партнёрах, скорее всего, которые поддерживают вас на протяжении столько-то лет. Да, это вот, ну вот я как сказала, не только, ну вот моя команда, это мои родные, близкие, мои партнёры, мои клиенты. Это тоже немаловажно, которые всегда вот с благодарностью относятся, тому, что мы делаем, то, что мы предлагаем им, всегда поддерживают, и мои партнёры. Но с партнёрами немаловажно строить отношения изначально. Это доверительные, честные, стабильные отношения, потому что ко всем партнёрам я отношусь так же, как к своим родным, близким, без всяких каких-то злых ум, злого какого-то умысла, всегда строю свои отношения, с любым человеком стараюсь, на доверии. Я всегда стараюсь человеку сто процентов довериться, потому что если нет доверия, то нету никаких партнёрских отношений. Хорошо, вот по вашему мнению, с какой суммой можно начать заниматься товарным бизнесом, а именно домашней одежде, то, что вы делаете? Именно вот у нас в Казахстане, да, вы имеете в виду? Ну да, вот, может, какой-то пример приведёте. Ну, смотрите, это зависит от того, кем вы являетесь. Если вы там мамочка в декрете, ну, самозанятый там, или же если вы уже предприниматель со стажем, это тоже зависит от этого. От кармана, да, зависит? Да, и всё зависит от того, что какой у вас, может, вы предприниматель, у которого есть какой-то стабильный заработок, или же какой-то небольшой магазинчик, да, и вы хотите, например, увеличить свой ассортимент, и не понимаете вообще, как двигаться. Вот в этом плане мы можем, например, помочь уже увеличить ваш бизнес, построить вам правильную линейку, предложить товаров, предложить от нас, например, какое-то маркетинговое решение, потом просмотреть вашу финансовую часть, вообще, как вы выстроили свою финансовую модель, рабочая ли она у вас, следите вы за своими доходами, расходами, потому что, кстати, главная проблема наших предпринимателей, это они не, у них, как сказать, нет финансовой грамотности. Видите, вот это основная... В принципе, у большинства Казахстана, то есть, как казахов, да, нет финансовой грамотности. Вот, нет финансовой грамотности, за счет этого многие бизнесы... Програют. Да, на начальной стадии програют. Так вот, с какой суммы можно начать? Можно начать вообще со 100 тысяч тенге. Ну вот, не шутите, да? Да, конечно же, можно начать со 100 тысяч, у нас есть три вида пакета, это на 100 тысяч тенге, на миллион и на 5 миллионов. В чем разница, да, этих пакетов? На 100 тысяч мы вам предлагаем товарную сетку, именно закуп на 100 тысяч тенге. Наши консультанты, менеджера подберут вам именно тот товар, который сейчас на рынке актуален. Плюс у нас есть закрытые телеграм-сообщества, в котором вы будете также находиться, и там будут находиться другие предприниматели, вы можете задавать какие-то свои вопросы или советоваться, ну, как бы какой-то закрытый чат, нетворкинг между предпринимателями. Прикольно, прикольно. Это вот входит в пакет 100 тысяч тенге. А, да? Да, во второй пакет миллион, опять же, это уже обширная сетка товарная на миллион тенге, так как, вы знаете, у нас более 5 тысяч позиций, это не только домашняя одежда, это текстиль, нижнее белье имеется, и вы уже можете свой ассортиментный сегмент расширить. И в миллион тенге мы вам предлагаем вот эту товарную сетку, плюс, опять же, закрытый телеграм-канал для предпринимателей, да. Ну, то есть там они, те, кто купили, они будут друг с другом общаться? Конечно, да, между собой общаться, делиться какими-то советами, давать друг другу советы, кто-то делиться будет своим каким-то опытом, у кого-то какие-то будут возникать проблемы, и все мы будем обсуждать. Также и я буду находиться в этом телеграм-канале, и я тоже буду давать свой какой-то совет, и мы будем все обсуждать и решать эту проблему. А за 5 миллионов? За 5 миллионов мы предоставляем свою торговую марку бренды Zeri, плюс, опять же, товарную сетку на 5 миллионов, у нас есть также и премиальные сегменты, вы можете уже разные сегменты использовать в 5 миллионах, плюс, опять же, телеграм-канал, также наше сопровождение, наставничество от нас, от нашей команды, это маркетинговое сопровождение, финансовое какое-то, бухгалтерские какие-то сопровождения, помощь от нашей команды. Тут такая мини-реклама произошла, так что если вы хотите зайти в партнерство с 1, есть 3 пакета, 100, миллион, 5 миллионов, всё зависит от вашего кошелька. Ну здесь, видите, вы ничего не теряете, вы за эти деньги получаете живой товар, на 100 тысяч вы получаете товар, на миллион и на 5 миллионов вы получаете товар, а всё остальное идёт бонусом. Совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно. Хотя можно придумать свой велосипед, поехать на кантонскую выставку, закупить и прогореть, по сути, не имея знаний. Как это сейчас многие предприниматели-то и делают, согласитесь же? Хочу я вам сказать насчёт этой кантонской выставки. Инсайдерская информация. Да, ну многие делают большие ошибки, едут на эти кантонские выставки, едут в Китай с небольшими финансами, но там же, на этих кантонских выставках, выставляются огромные фабрики, заводы. Так. Когда ты туда заходишь, и у тебя, например, одной позиции ты должен отшивать минимум 5 тысяч штук. А, нельзя маленькая принча? Нет, конечно же, да. На этих кантонских выставках, например, я еду туда, да, например, я могу отшить какой-то товар, там, например, не меньше 5 тысяч штук. Ну вы можете себе позволить. Да, я, конечно, могу себе это позволить, да, но не каждый. Просто лишняя трата денег у людей, да, потому что многих сейчас вот вводят в заблуждение. Поедешь там в Китай и откроешь свой бизнес. Найдёшь свой уникальный товар. Да, какой-то, да. Да, можно открыть, найти уникальный товар, но там нужно какие-то уже большие вложения в финансы. В общем, если не хотите терять время на поездку, деньги терять на билеты, ещё туда ходить, ещё кушать, ещё снимать квартиру, ещё со всеми пытаться там общаться, договариваться. Если вы этого всего головника не хотите, Одина, оптомаркет, изеребренд. Конечно. Вот в этом, я думаю, 100% поможет. Вот просто посмотрите на Одину, как она вам не сможет чем-то помочь. Не смотрите на её визуальную, но смотрите на её внутреннее, что у неё команде более 20 человек, верно, да? Это как это вообще возможно содержать такой большой штат? 20 человек. Я просто был у вас в магазине, там более 15 человек уже как там находятся. У вас же ещё в Астане сотрудники, да, там сколько ещё? Да, также ещё в Астане есть 5 человек. Это больше, наверное, там выходит, по сути. Ну, это не такая уж большая команда для меня, да? Хотелось бы больше, да? А был ли у вас пример того, что кто-то закупил у вас товар, и вот, допустим, сейчас, возможно, сейчас это дело продолжает? Конечно же, таких у меня вообще примеров очень много. Давайте парочку возьмём, да. Ну, один из тех вариантов, вот даже был ролик у нас снят по Экибастузу. Да, я специально так задал вопрос, чтобы, как будто я не знаю. Майя начала бизнес с двумя квадратными метрами с капиталом всего 100 тысяч тенге, а сегодня её годовой закуп составляет более 78 миллионов тенге. Да, вот по Экибастузу это на самом деле реальная история. Майя вообще начинала с очень маленькой суммы, там буквально она заказывала небольшие такие бандерольки с города Экибастуз, она начинала с небольших заказов, там на 10 тысяч тенге, на 20 тысяч тенге, вот так вот она заказывала, ну, часто заказывала, например, в неделю раз, стабильно она заказывала, могла два раза в неделю, так как у неё финансовое положение не позволяло, и у неё был небольшой оборот. То, что вот у неё были какие-то продажи, вот она на 20 тысяч наторговала, то получается она где-то, наверное, со 100 тысяч начинала, у неё был небольшой ассортимент, на 20 наторгует, закажет то, что есть, например, дальше вот продолжает. И у неё был небольшой бутик, вот сами видели, там такой маленький, там 2 на 2, что ли, такой вот. На ранних этапах? Да, на ранних этапах. А сейчас у неё? Сейчас у неё большой магазин, там более 300 квадратов, и её закуп еженедельный, там, я знаю, что она стабильно еженедельно заказывает, там, на несколько миллионов, потому что по общему подсчёту, как мне сказали, да, годовой её закуп составляет 78 миллионов. Блин, это шикарно. То есть она начала с вас, потом выросла, и параллельно закупает также у вас, и потихоньку, возможно, закупает ещё сама, да, ездит, скорее всего. В основном она не ездит, но, опять же, когда мы начинали, она начинала только со мной. И, наверное, 90% товара в магазине составляет этот товар, именно товар один оптомаркет. Ну, это 100%, да. А тогда это было 100% один оптомаркет, но впоследствии, когда она уже начала разрастаться, мы ей начали давать советы. Майя, давай начинай добавлять, там, например, какие-то ниши товаров. До продажи, чтобы делать, да? Конечно же, да. А, сустра. Делать, да, до продажи. И также она спрашивала советом, могу ли я расшириться? Мы ей говорили, конечно, что должна расширяться, двигаться дальше. И сейчас же мы постоянно с ней разговариваем об этом, даём ей какие-то мотивационные эти, чтобы она дальше развивалась, чтобы не сидела, двигалась дальше. Ну, это 100%. То есть она выросла вместе с вами, и, возможно, как бы, или это факт, уровень жизни её вырос. Конечно, она много, да. То есть я заходил к ней в Инстаграм, видел там, она отдыхает часто. Да, она сейчас себе позволяет отдых в год один, даже два раза иногда бывает, например. Не где-то здесь у нас в Казахстане, это за границей она уже может себе позволить, да. В Казахстане она отдыхает уже, например, что-то себе покупает за тот период. Ещё личный ассистент есть? Да, личный ассистент есть, да. Это вообще классно, прекрасно. Уже есть у неё команда, например, из там восьми человек, да, кажется, у неё команда целая там. А где вы производите эту одежду? Какую именно, зерия, да? Вот, а зерия, давайте возьмём зерия и один оптомаркет. Они в разных странах, да, производятся? Нет, давайте тогда просто один оптомаркет возьмём. Один оптомаркет, окей. Один оптомаркет где производится? Один оптомаркет, получается, в совокупности, там как будто у нас магазин, он мультибрендовый, да? Ага. Там у нас собрано более 20 крупнейших фабрик-производителей. Это у нас не только Узбекистан, там у нас и Китай есть, также у нас Киргизстан и Турция. Мы работаем, получается, с четырьмя странами, да. Вот меня больше всего интересует ваш новый бренд, это зерия. Чем она отличается от один оптомаркет? Вот, почему такой большой акцент на зерии сейчас стал у вас? Расскажите более подробно. Зерия — это, получается, наш личный бренд, это наше производство, и мы вложили туда весь свой опыт, наш 25-летний опыт, который у нас имеется. Мы хотели бы создать такую домашнюю, линейку такой домашней одежды, которая немного бы отличалась от других своим качеством. Мы тщательно подходим к выбору тканей. Почему? Вот вы же спросили же, задали вопрос до этого Узбекистану, потому что, как вы знаете, в Узбекистане производят хлопок. И также мы тщательно подходили к выбору фабрик, которые производят полотно, которые скрупулёзно относятся именно к краскам, химикатам, к использованию этого, так как ведь это же нательная одежда. Из-за этого мы хотели бы, чтобы это было удобное, мягкое, высококачественное, гипоаллергенное. Потому что, вы знаете, да, есть люди, у которых есть аллергия на какие-то определённые ткани. Из-за этого мы как бы к этому отнеслись со всей серьёзностью. Но это домашняя одежда. Да, ведь у нас сегмент домашней одежды, и Zerri – это у нас бренд именно домашней одежды. То есть вы всё-таки выбираете эту нишу, домашняя одежда также идёте? Потому что она проверена годами. Видите ли, у нас именно в этом сегменте есть большой опыт. Мы уже понимаем, что хочет рынок, мы понимаем, какие модели мы можем предложить, удобство, качество. Так вот у меня вопрос. Zerri – это больше оптовый или розничный? Zerri, он есть у нас в оптовом магазине, который находится в городе Алматы. А также, как вы знаете, мы открыли в городе Астана оптово-розничный магазин. И вы можете прийти в оффлайн-режиме и приобрести этот бренд Zerri в розницу по не такой высокой цене. Сколько? Какая у вас средняя цена? Средняя цена футболки, например, от бренда Zerri у нас стоит где-то 3000 тенге. Это вроде. Но сразу же и возникает вопрос. То есть вроде бы 3000 тенге – это очень дешёвая цена, но она может быть и формата Gucci. Конечно же, да. То есть как вы себя сравниваете, допустим, Zerri – это Zara, например? Да. Вот, например, если, например, судить качеством Zara, мы ничем не хуже. Если я даже не побоюсь сказать, даже лучше. Ого. Да. Даже так? Просто так как бренд не настолько известен, может быть, да, как Zara и настолько раскрученный, нам приходится, да, держать такую ценовую политику. Но даже держа такую ценовую политику, я считаю, что это достаточно. Мы даём людям качественный товар по низкой цене. Как я могу, допустим, вот вы сказали, что можно зайти к вам в партнёрство от 100 тысяч тенге, то есть это в рамках 1-й автомаркет, да? А вот в рамках Zerri можно будет к вам зайти в партнёрство? Конечно же, да, если вот вы закупаетесь у нас более чем на 5 миллионов тенге, да, вы можете уже зайти в партнёрство по бренду Zerri. И по бренду Zerri. Да, и по бренду Zerri, и мы уже дадим вам официальную возможность, да, работать именно с этим брендом. Да, марка, да, ещё вот эта Zerri, да? Да, марку Zerri, да. Ну, я считаю, что Zerri в ближайшие 5-10 лет взорвёт, так как один автомаркет тоже когда-то начинал с малого, зато сейчас это крупный поставщик, да? Да, да, конечно. В Казахстане. Ну, я думаю, вы взорвёте этот рынок в рамках Казахстана, может быть, и СНГ. Дай бог, да. Вот, вы можете стать второй из Zerri, и будет интересно почитать о вас книгу. Ваш муж пишет книги, он о вас напишет Zerri. Ну, просто он пишет в IT-сфере, да. Это больше, чем Zara. Ну, да. Может быть, у него получится, да, написать книгу, но просто у него профиль другой немного. Понятно. Ну, у вас же такой же профиль, как у мужа, по сути, был по образованию. Да, мы с ним вместе же получили образование, у нас техническое образование. Ага. И кем вы хотели быть? Вообще, я хотела быть... Домохозяйка. Нет, домохозяйка я не хотела быть, я вообще себя не видела домохозяйкой, да. Ну, вообще, я думала, что я буду служить родине, там, вот у меня какой-то такой был патриотизм. Ну, он у меня до сих пор в душе есть, потому что вот даже у меня брат, вот, вы знакомы уже с моим батюшкой, да, он всегда говорил, вот, вы друг друга нашли, вот, с моим супругом, два патриота. Своей страны. И у вас такие же дети. Ну, брат у вас очень такой тоже артистичный на самом деле. Он занимается вашим же бизнесом, да, или как? Да, он, получается, помогает, он моя правая рука. Да, сейчас, так как я нахожусь в городе Астана, ну, переехала, да, я туда жить. Мне, кстати, там очень нравится, комфортно, и теперь сейчас в основном в алматинским филиалам, да, вот занимается брат. А вот каково открывать магазин, так как вы уже давно не открывали, да, в основном магазины, то есть у вас одна точка стоит. Где она стоит у вас в Алмате? В Алмате, на территории рынка Кинджихан. Кинджихан. Вот, я видел там двухэтажный большой у вас магазин, еще дополнительный склад, но он у вас, скорее всего, уже давно. Вот, и вы решились, сделали шаг вперед и открылись в Астане. То есть каково это было по-новому опять начинать что-то делать? Вы знаете, да, я, вот этот алматинский магазин мы построили два года назад. Ну, не так давно, потому что также мы на территории рынка начинали со ста квадратов и доросли до вот этих шестьсот квадратов, которые сейчас мы имеем. Также двигались из года в год, не сидели на месте. И в течение двух лет я поняла, что все, это потолок, дальше мне надо как-то двигаться. И было такое, да, такое было принято решение, что мы будем идти дальше и пойдем в другой город. Вот мы делали, мы думали, мы хотели, например, выехать в город Шымкент. Наверное, да. По статистике мы, у нас, мы же ведем свою статистику также по продажам, по всем, и город Астана у нас стоял на втором месте после Алматы. Да, и так, и после этого мы решили... Потому что там все холодно, да? Не только холодно, по объему продаж. Да, и мы решили, что мы пойдем в Астану и будем двигаться дальше. Ну вот как, каково, вот вы открыли магазин, я вот видел сторисы, вы выкладывали, вам было аж тяжело, вот как вы вообще себя ощущали? Было ли сложно? Конечно же, есть везде свои сложности. Если не секрет, сколько потратили? Потратила я очень много, да? Сложности, они есть, будут, они и до сих пор есть у меня. Нет, просто мы сейчас как бы раскрываем все наизнанку, то есть люди должны понимать, какие это риски, то есть вы там не просто так от фонаря отдаёте деньги и просто захотела, положила, а нет, вы рискуете, как бы это риск? Конечно, это большой риск, в Астану я вложила, наверное, больше 200 миллионов деньги. Вау, это серьёзно. Это да, это очень такое серьёзно. Можно было Blackstar взять в фастфуд за эту стоимость. Конечно же, да, но это я вложила как бы в своё личное, да, я понимала, что это большие вложения, я бы даже могла бы эти деньги вложить во что-то другое и получить, наверное, больше прибыли. Но это для меня лично, это мне надо было, да. Ну вот как раз такие насчёты прибыли, в принципе. Не думали вы, не хотели вы что-то другое открывать, партнёриться в другие бизнесы? Был ли у вас такой опыт или если нет? Вообще в прошлом, да, у меня был такой опыт, когда в партнёрстве мы с подругами там что-то хотели начинать какой-то общий бизнес, но я поняла, что не надо работать с кем-то в партнёрстве. Это сложно, потому что каждый тянет на себя одеяло. Понимаете, да? Даже если мы распределили, кто за что отвечает, но всё равно кажется, он делает работы меньше, чем ты. Или ему кажется, что он делает больше работы, нежели ты. И потом начинаются какие-то такие вот… Но это, скорее всего, то, что она была вашей подругой. Может быть, да. Ещё это тоже как-то повлияло. Мы просто по себестоимости товар продали весь. Мы разделили с ней товар, который у нас есть на руках, потому что мы с ней вложили же деньги 50 на 50. Потом мы разделили тот товар, который у нас был на руках напополам. И всё, и каждый свой товар реализовал сам. Ну, давайте вот немножко пофилософствуем. Какая ваша философия жизни? Жизнь брать то, что есть сейчас, например, да? Вот жить тем удовольствием, что тебя окружает. Даже брать удовольствие самого малого. То, что у тебя есть. Не надо стремиться к чему-то там, к каким-то софитам, да, красивым. Есть вот что-то простое. Из всего этого простого нужно брать удовольствие, да, какое-то жизненное, да. Для меня вот это важно. Относиться к людям, ценить их какие-то простые ценности. Нельзя какую-то искать корысть. Просто к человеку относиться как к человеку. Да, вот, например, к любому человеку, для меня, например, любой собеседник, когда вот с кем-то я знакомлюсь, я никогда не думаю о том, чем он занимается. И даже вот иногда бывает, и оказывается, я даже не спрашиваю и не углубляюсь. Потому что для меня ценно просто сам человек. Факт, что я просто с ним общаюсь, например, да. И не зависит от того, что я могу к нему завтра там обратиться. Я даже могу не обратиться. Вот, кстати, вот в Астане, когда мне было сложно, мои друзья, которые вот там вот были, да, они меня до сих пор ругают и говорят, «Дина, почему ты к нам не обращалась?» Я говорю, ну, вы же мои друзья. Просто, например, вы мои друзья. А это моя трудность. Я должна её решать сама. Сильно, сильно. А как смотрит муж на то, что вы делаете? То есть как бы, ну, есть понятие же, да, что женщина не должна заниматься бизнесом. Ну, понятие, да, у нас он стереотип такой общий. Вот как вы договорились со своим мужем? Как это произошло? Ну, мы с мужем даже не договаривались ни о чём. Я его не спрашивал. Нет, конечно же. Вообще изначально было так вот. Он мне сразу направил, он сказал, «Ты будешь заниматься бизнесом». Вы знаете, когда вот у нас даже с вами, помните, был подкаст, мы говорили об этом. Да, я помню. Я специально делаю вид, что я не помню. Я говорила даже об этом, да, что мы вместе как бы с ним начинали работу, и он мне сказал, «Давай ты не будешь работать, а просто пойдёшь и начнёшь заниматься бизнесом. Наверное, у тебя это лучше получится, и кто-то в семье должен заниматься бизнесом». И он говорил, «Я даю тебе всю возможность, реализовывай себя как хочешь». Но я вот заметил, вот я был у вас дома, я с вами сидел, кушал, да, помимо того, что мы с вами работали, вы дома перед своим мужем, вы жена. Конечно же, да. То есть, нет, ну, есть у кого, у которых женщина есть яйца, да, условно, могут руководить дома, например. А я вот заметил, что вы вот дома как жена. Вот он сказал, и вы пошли, сделали. То есть, всё. Даже не спорите. Вот. И как это вот… Как к такому прийти на самом деле? Вот вопрос будет истинный в этом. Как уметь совмещать и бизнес, и отношения в семье, ещё быть женой для своего мужа? К этому я тоже не сразу пришла, потому что поначалу тоже были какие-то свои моменты, когда вот ты начинаешь свой бизнес, у тебя появляются какие-то свои деньги, да, какой-то эго сыграет, да, у тебя. Ну, это тоже было поначалу. Но, наверное, благодаря своего супруга, то, что мы с ним постоянно часто вот разговариваем, беседуем, какие-то вот у нас с ним беседы проводим вечерние, потому что у нас есть какие-то правила. Мы, например, за столом никогда не пользуемся телефоном. Мы просто сидим, разговариваем. У нас есть такое строгое правило. Да, мы вечером садимся все ужинать, все оставляют свои телефоны, и мы сидим за столом, все между собой разговариваем. Как бы никто не сидит в своём телефоне. Классно. Проводим какие-то свои досуги. Выходные дни у нас есть, какое-то вот время для семьи. Потом у нас есть, например, воскресный день, там, например, мы смотрим телевизор. Ну, какое-то кино, да? Просто тупо смотрят телевизор. Не весь день. Вот, например, мы вечером выбираем какой-то фильм, советуюсь с детьми, покупаем там какие-то сладости, попкорны, и проводим время с детьми, и смотрим с ними кино. Там собираем потом вместе какие-то пазлы или ещё что-то. Вы же постоянно в суете, то есть постоянно работая, и вы просто домой приходите, и всё, вы живёте в моменте. Да, потому что я стараюсь, это, наверное, тоже со временем пришло, я стараюсь снимать вот эти шляпы. Ну, вот снимать, одевать, потому что на работу я прихожу, например, я уже руководитель, я одеваю свою шляпу руководителя, да. Всё, я вышла, я сняла эту шляпу, прихожу домой, я мама, супруга, я одеваю шляпу супруги и становлюсь уже супругой. Что для вас бизнес? Бизнес, вот для кого-то, допустим, бизнес, это как для достижения там, условно, каких-то своих материальных потребностей, например. А что для вас бизнес? Ну, вообще, да, я, например, могу сейчас много чего говорить, там вот бизнес для меня там то и это. Как говорить? На самом деле, мне кажется, вот это всё равно всех нас в конечном итоге, у нас у всех в конце это материальность. Это же деньги же. Это то, чего не было у нас, допустим, в детстве. Наверное. Мы это как бы закрываем. Закрываем, да, эту потребность. Да, я могу сейчас говорить там, я там, мне это нравится, я этим живу, там, я этим дышу, да. Но на самом деле мне это нравится, да, мне приятно работать, я кайфую от своей работы. Скажете ли вы, что бизнес для вас это игра просто? Нет, это не игра. Не игра. Потому что ведь там целая команда работает. Это не игра, это люди, это их семьи, это ответственность. Это не может быть игрой, потому что за каждым действием это стоит какой-то человек. То есть вы ещё за семью отвечаете? Конечно же, да. Для меня это важно, потому что я понимаю, что в моей команде работают люди, у них есть семьи, дети, которых нужно кормить, да, что-то им дать. И для меня это важно, да. Ну вот что отличается серьёзный бизнес от несерьёзного для кого-то, это, в общем, бизнес, это игра, просто поиграться, а для кого-то это уже целая семья большая, которую нужно уже как бы содержать и вести, ещё быть лидером для этого всего. Для чего мы делаем такой огромный ассортимент? Для того, чтобы... Не у всех же есть возможность, например, поехать на фабрику и закупить, например, большое количество товара, да. Мы делаем возможность, создаём эту платформу для того, чтобы человек мог к себе заработать. И знаете, даже приятно, когда твои клиенты приходят и говорят с такой благодарностью, спасибо тебе, Дина, что ты есть, да, что ты даёшь возможность нам заработать денег. Вот. Это многого стоит, когда ты слышишь такие благодарности. Прям видно, прям у вас слеза идёт. Да, ну вот это на самом деле оно того стоит, и тогда ты понимаешь, что ты всё это делаешь не зря. Ты вносишь какой-то вклад в развитие своего государства, но это же тоже какое-то развитие, потому что ты помогаешь людям расти, развиваться. Подписываемся на 1-у оптомаркет, Zeri Brand, и на саму 1-у Слемгали, Патер Галиеву. Но всё-таки, вот чтобы заняться бизнесом, хватает всего 100 тысяч тенге, правильно? Ну, для старта можно. Для старта. Ну, давайте сделаем так, Азина, вот, пойдём людям навстречу, да, вот, реально же, вы сказали, можно заработать на этом деньги и всего со 100 тысяч. А что если давайте возьмём 300 тысяч и подарим ваш сертификат, вот, на закуп вашей бренд-одежды? И при том, что вы его сопровождите определённое время, вот, и вы будете его ввести, и он заработает свои первые деньги. Вы сможете это дать человеку? Конечно же, мы сможем, но только нам нужно будет, чтобы реально у этого человека был потенциал. Горели глаза, да? горели глаза, да, чтобы мы понимали, да. Но для этого он должен будет написать свою историю, что он нуждается, и он хочет, у него нет возможности начать бизнес, но у него есть потенциал, он хочет работать, да, но нет возможности. пусть он напишет свою историю, например, и мы, например, или она, он, или она, и мы, конечно же, да, поможем, дадим, получается, на 300 тысяч товарную сетку и сопроводим её до продажи. До продажи, да. Так, ну что, друзья, дамы, скорее всего, это наша дама, да, может мужчина, но большинство, скорее всего, у вас целевая аудитория женщина, да, женщины, уважаемые мамы, декрете, если вы хотите зарабатывать на товарной одежде и при этом стартовым капиталом бесплатно всего 300 тысяч тенге, один вам подскажет, какой товар закупить и как его продать, если вы захотите дальше этим продолжаться, продолжать заниматься, то тогда я вам рекомендую, оставьте свой комментарий под этим видео, свою историю, с чего вы начинаете, как вас зовут, сколько у вас детей, может вы уже пробовали заниматься бизнесом, у вас не получилось и вот один может вам это помочь, это развить, как наставник, вот, 300 тысяч тенге, разыгрываем, оставляешь свой комментарий, пишешь свою историю, за самый лучший комментарий, за самую лучшую историю, которая нас тронет, в первую очередь вас тронет. Да, в первую очередь меня, да, тронет. Мы отберем список, там, допустим, 10 человек из 10 успешных комментариев мы потом проведем с вами анкетирование, Одина проведет, то есть на созвоне или там встретится, то есть и одному человеку подарит 300 тысяч сертификат ее бренда одежды. И еще плюс сопровождение. И плюс настанчивость от Одины с Лям Гали. Так что, друзья, оставляйте комментарии, кто хочет выиграть 300 тысяч и при этом еще дальше развивать свой товарный бизнес. Пожалуйста, пишите под постом к своей комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok